Если вы хотя бы недолго посмотрите российские федеральные каналы, то очень быстро поймёте, как сильно топовые пропагандисты недовольны политически активной молодёжью. Оппозиционные, как гамадрилы. Мразь, ползающая по нашим улицам. Вечно гонимое существо. Это самогон и либерализм. Они прямо называют их предателями Родины. Те, кто выходят вместе с ним, это либо идиоты, либо предатели, либо его сторонники-сектанты. Это профессиональные предатели страны. Кричат о промытых мозгах. Через интернет идёт зомбилование этих вот людей. И вот это вот всё, что мы сейчас видим, это вообще имеет признаки стопроцентные, это тоталитальные секты. Даже обещают утопить в речке. Был бы я у власти, я бы сейчас вас всех натурально повязал там и прямо в мойке в это утопил. Мол, ишь, что вздумали, коррупция их интересует. Вот Путин им, видите ли, недовольный. Здорово, без времен! Путина в отставку! Путина в отставку! А дальше чё? Майдан, как у бендеровцев? Не бывать такому. Майдан, конечно. Майдан. Вот этот Майдан они готовят сейчас. В итоге по телевизору круглыми сутками заседают не только штатные городские сумасшедшие. Вот они нам... Ну и разновсякие психологи, проктологи. Молодёжь надо воспитывать на правильных примерах. Думы думают, так сказать, всем колхозам. Как бы так понадёжнее неугодных россиян в стойло загнать? Послушайте, например, вот такое духовное скрепное предложение. Госдумовский единоросс Сергей Вострецов предложил лишать родительских прав людей, чьи дети ходят на митинги оппозиции. Пошёл ребёнок на неправильный митинг лишить батю и маму родительских прав. Малые сироты инвалидов в России, в том числе благодаря закону Димы Яковлева, без семьи оставили. Закон Димы Яковлева вступил в силу в 2013 году. Документ запрещает передачу российских детей на усыновление или удочерение американцам. В народе он получил обидное прозвище «закон подлецов». Давайте ещё и школьников за нелюбовь к власти в детдома отправлять. Пусть вещь собирает и в детдом. Органам опеки надо лишать таких родителей права воспитывать отпрысков. С другой стороны, опасения чиновников понятны. Время играет против них. Чем дальше в лес, тем по вполне естественным причинам. Всё сильнее редеют отряды Путина. Чтоб это все знали. А вот недавние школьники по всей стране... И вы, детки, смехотворные, жалкие, ничтожные психи. Вы, детки, никто и ничто. Это не светочмысли, а обычный халуй. Вас, детки, так мало, что, по сути, вы являетесь софтической погрешностью. Взрослеют. Обзаводятся семьями, где вполне могут доносить свою позицию как минимум второй половинке. А ведь есть ещё и родственники. Власть сдержится за счёт пенсионеров из страха. А последнего, как показал пример Хабаровска, всё меньше. Я свободный человек в своей стране, и мы имеем право на свой голос. То есть с каждым годом ватный фундамент просаживается всё сильнее. И в Кремле не видят других вариантов спасения, кроме максимального закручивания гаек. У России свой собственный ген демократии. Их садят и за неправильные лайки, и за одиночные пикеты. Плакат в руках – повод для прогулки в отделении. Как говорится, только дайте повод. А если повода нет, его всегда можно найти. Распилил упавшие деревья на дрова и изволь заехать в каталажку за нарушение правил сбора валежника. За сбор валежника до семи лет тюрьмы. Оказывается, не всё то, что в лесу валяется, является валежником. При этом всем несложно заметить просто удивительную закономерность. Пока одних садят за валежник пикеты или лайки условному Навальному... Сроки запосты в соцсетях уже давно не редкость для России. Незамеченными остаются преступления совершенно иного уровня. Ведь пока федеральные каналы собирают студии для борьбы с Навальнятами... Уже названы имена четырёх оппозиционеров-навальнятов. Живут они в разных городах России, но вместе делают одно общее грязное дело. Ещё одну часть молодых россиян захватывает движение АУЕ. Но дальше криминальных хроник такие новости, как правило, не выходят. Основной контингент АУЕ – дети до 16 и младше. В почёте у них тюремный сленг... Всех будем реже, перо, подпечь, и всё. ...жизнь по понятиям... АУЕ! Жизнь по понятиям! ...и ненависть к полиции. АУЕ! Всё начиналось в Сибири и Забайкалье, где плотность тюрем была огромной ещё с советских времён. А число бывших сидельцев измеряется миллионами. Криминальная субкультура опутала Сибирь, Дальний Восток, Забайкалье. Отголоски слышны в Москве и Питере. Молодёжь там достаточно быстро обучали воровским традициям. Реально, в каждой школе был свой смотрящий. А с классов собирался общак. Взамен на покровительство школьники должны скидываться на общак. По сути, криминальная ролевая игра стала приносить нереальные прибыли. Кто-то выманивал деньги у родителей, а другие сбивались в банды. Собирать деньги любыми способами. Бери у родителей, отнимай, воруй и отправляй на зону. В итоге всё зашло настолько далеко, что юные АУЕшники до сих пор держат в страхе целые города и посёлки. Банда свободно устанавливает свои порядки в пятитысячном селе. Жители боятся выходить вечером на улицу. В Нижнем Новгороде получила продолжение история банды малолетних хулиганов, от которых уже не знают, куда деваться жители. Бравые сотрудники полиции, которые лихо крутят людей за лайки и валежник, в общении с такой публикой в роли терпил. Полицейские участки реально на осадном положении. Опорный пункт полиции выглядит так, будто находится на осадном положении. Увери и окна заколочены железом. А лидеры банд не стесняются говорить. Они здесь закон. Я говорила им, что я найду на вас управу, на вас закон найду. И вот этот старший, который арестован по подозрению в убийстве, он мне сказал, здесь закон я. Нет, конечно, не мы здесь власть, от которого так бомбит пропагандистов. Идут вот дети, кричат, вы здесь власть. Я вам хочу всем ответственно заявить, это мы здесь власть. И власть мы эту вам не отдадим ни хрена никогда. Но те, кто кричит, мы здесь власть, максимум, что могут, это собраться где-нибудь в Москве и посвятить телефонами. А вот мы здесь закон, это проблема совсем другого уровня. Впрочем, послушайте эти немногие сюжеты, которые пробиваются на экран. Пропавшую 12-летнюю Марину Халилову, которую искали всей деревне вместе с волонтерами, изнасиловали и убили. Это могила 12-летней девочки в одном из поселков России. Ее изнасиловали и убили местные АУЭшники. Все приходили, вся деревня, но школа же здесь маленькая, здесь мало народу. Марину любили все. История страшная во всех отношениях, но самая жесть, как нам кажется, вот тут. За год до убийства девочку изнасиловал 13-летний школьник. Оказывается, за полгода до убийства они уже насиловали эту девочку. Напомним, 12-летнюю девочку. Мать узнала об этом от него самого. Муж идет, я твою дочь. Ну как, проезжает на велосипеде, крикнет и уезжает. Мне в лицо так же проходили, я твою дочь, плевали. Но ни полиция, ни Росгвардия, ни какие-нибудь кизяки особой проблемы в этом не увидели. А кипиш начался, когда после следующего изнасилования ребенка убили. Следователи отказали в возбуждении уголовного дела. Мальчик не достиг возраста уголовной ответственности. Полиция не стала ходатайствовать о помещении социально опасного подростка в спецучилище. Ровно так же, но уже другой подростковой бандой была убита мама пятерых детей в городке неподалеку. Молодую красивую женщину изуродовали до неузнаваемости. И о подобных преступлениях можно рассказывать тупо сутками. Они захлестнули всю Россию от глубинки. Среди бела дня в селе Капустин-Яр подростки избивают мужчину, снимая на телефон. А в ночь с 22 на 23 февраля в селе был зверски избит 30-летний Иван Надежкин. До Москвы. Здесь, в Москве, рядом со станцией Новогиреева, забил насмерть ее сына Артура. Женщина рассказывает, ее единственного ребенка отняла банда АУЕшников, управлял которой 14-летний подросток. Но, друзья, по этой теме по телевизору за редким исключением. Тишь гладь да божья благодать. О том, как АУЕ захватывает миллионы молодых россиян, если и рассказывают, то вот в таком свете. Эксперт называет движение международным. Модераторы интернет-сообщества работают на всем постсоветском пространстве. Основные сосредоточены на Украине. То есть и тут хохлы виноваты. Ну что ты будешь делать? Ну ладно бы они хоть с такими заходами на проблему внимание обратили, но нет. Тот же Соловьев за год выдает на гора десятки эфиров, где обливает, по-моему, молодых россиян. Пересчет фриков состоялся, и вывод оказался печальный. Власовцы. Это современные власовцы. Это подонки. Но ничего. Еще раз. Вообще ничего о тех, кто убивает, грабит и держит в страхе целые города. Да и правда, зачем? Если Путина уважают, хохлов ненавидят, то могут и убивать. На крайняк можно их вместо тюрьмы на Донбасс в ополченцы отправлять. Вы же не забыли прошлые звезды русской весны типа Бабая? Казак Бабай был судим за распространение конопли. Его приговорили к девяти, но через пять лет выпустили за примерное поведение. Остальные четыре приходилось отмечаться в участке. С начала событий в Крыму его подали в розыск. И это очень показательный момент. Он говорит о приоритетах всей системы. Ведь кровь даже детская, но где-то там в регионах пугает обитателей Кремля куда меньше, чем тысячи фонариков на телефонах в условной Москве.